Вчера говорила, что очень важно, что очень важно находиться полезно, расслаблено и наслаждающееся. Иногда у меня это получается. А иногда какие-то внешние факторы выводят меня из этого состояния. Один из примеров сегодня утром, где-то ползевятого утра в нашем хостеле, один из постояльцев, включая миксер, шейкер. Один из хостелей поставил шейкер в холле и поставил его на холодильник. И был очень большой грохот на весь дом. Я заметила, как я нахожусь на границе, когда я могу сейчас выйти из состояния наслаждающейся. И я заметила, что в тот момент, как я могу выйти из этого баланса, из расслабления. Что она сказала? В сердце? В миксер. Миксер поставил. Миксер. Мой вопрос. Расскажи, пожалуйста, как мы, как и происходит, что мы, расставшись после этих лекций, попадаем в эти ситуации и часто находимся в состоянии не наслаждающимися и не расслабленными, а в состоянии раздражения, наверное, да? Да, раздражения, наверное. Спасибо. Моя вопрос. Как это может случиться в рынке, когда мы собираемся, когда мы собираемся домой? И как это может случиться, когда мы приходим в струбную ситуацию? Как это может случиться? Как это происходит? Как это происходит? У нас есть два пространства, в котором мы живем. Одно – это ум, другое – это центр. В основном мы живем в страдании. Центр означает – вы внутри. И никто никого нет внутри. И все снаружи. Снаружи означает, что ваша энергия снаружи. Смотрите снаружи. Слушайте, видите снаружи. Все время ваша энергия уходит наружу. Не получается так, что ваша энергия разворачивается внутрь. Когда вы постоянно о чем-то думаете, значит, вы в страдании. На периферии никогда невозможно быть расслабленным. Ты не можешь найти состояние, где ум очень расслабленным. Или ум, или не ум. Когда у вас есть ум, и случается много мыслей, там нету расслабления. Там постоянно есть мысли. Это периферия. Когда вы внутри, глубоко в центре, там нету ума, там нету мыслей, там только статальное расслабление. Когда вы будете в социуме, ваша энергия потечет наружу, вы будете в страдании. Это очень сложная, самая сложная вещь. Быть в социуме, быть расслабленным. И медитация учит этому, как тебе быть социуме, и как быть среди раздраженных людей, агрессивных людей, которые жадны. Это не эффект. Это только может случиться, когда ты вернешься глубже внутрь. Когда ты больше погружаешься внутрь, тогда ты на дистанции от всего этого. Например, вот вы сейчас здесь на Гоа. Каждый день идете к океану, сидите, смотрите на океан. Каждый день вы идете. Может быть вечером, утром, два-три часа, может несколько часов. И никогда не видите, чтобы океан был спокойным. Никогда. Постоянно приходят волны. Постоянно, непродолжительно. 24 часа. Иногда океан просто сумасшедший, много волны, да? Меньший. Но постоянно происходят волны. Ты не можешь сказать, что сейчас океан спокойный. Вот такой же это ум. В уме постоянно происходят мысли, мысли. Иногда очень много, иногда меньше. Но когда ты идешь глубоко в океан, прыгаешь в него. Идешь под волны и идешь более глубже. Становишься более спокойным. Когда очень глубоко в центре нету волн. Там абсолютная тишина. Так же и мы. Когда мы в уме, постоянно волны приходят. Мысли мысли. Когда ты идешь глубже. Из ума в сердце спускаешься. Тогда там все красиво. Полно любви, радости. И когда ты идешь еще глубже. И сердце в живот. Там вообще нету ничего. Там нету никаких мыслей. Когда ты полностью тотально в центре. Когда вы идете в социум, там случается страдание. Потому что без страдания ум не существует. Это потому что игра ума. И постепенно постепенно медитация. Первое. Во-первых, когда ты не в социуме. Когда ты дома делаешь медитацию. Учит тебя как возвращаться в центр. Как ты можешь быть более расслабленным. Это случается только когда ты в медитации. Когда ты один. И идешь в медитацию. И более расслабленным. Когда ваш медитация становится лучше, сильнее. Когда ты отдыхаешь медитацию каждый день. И тогда ты в социуме сможешь быть спокойным. И быть в присутствии. И я вот так же говорю тем людям, кто медитирует. Я начинающим говорю. Каждый день. Один час минимум посвящайте медитацию. Один или два часа. Кто уже более старый. Более старый. Практически. Один или два часа мало. Надо 3-4 часа медитировать. Когда медитация становится более крепкой. Я вам говорю. Медитацию. Утром медитировать и вечером. Но на протяжении дня постоянно будьте в присутствии. Когда вы в присутствии, в настоящем моменте, надо начать практиковать, когда ты не с кем находишься, когда ты одна. Просто готовишь еду и наблюдаешь это, стараться little, little things with you start, and then slowly, slowly your awareness, your presentness become bigger, and then you can be in market, be present. When you be present in market, when you lose anything present, then no any disturbance happens. Nothing will be disturbed. No anything can go in you. Even anybody, you say, just making mixture, this sound. But if you're inside, this sound doesn't matter. It will not affect you. But as you listen outside, all the time outside, any sound makes you distract. So this is, as you go inside, the main thing is, you should be in it. It will not have any kind of значения, какой бы это звук ни был. Do meditate and meditation with slowly. Do meditate and meditation with slowly. You know how I can be with myself and doing things such. Together. Now, in the beginning, only when you do meditation, and when you do things, then only doing things. Forget meditation. When you do meditation, forget doing things. separate. And it should also be together. And then you learn meditation in überall. In everything. Then meditation will be like a flow up, whole day flow. Then meditations will be like a flow up, whole day flow. Whole day whatever you are doing, you will be present. And if you present, then no anything disturb you. Просто продолжай медитацию, делай медитацию. Старайся быть более присутствующим, когда все внешние раздражители закончатся. Это просто миксер, ничего не имеет значения. Даже если большая война начнется, много людей будет драться, когда ты внутри. Ничего тебя не раздражает. Даже если бомба взорвется. И ты должна быть готова к этому. Кто знает, когда в твоей стране миссия приедет. Вдруг твой дом кто-нибудь будет взорвать. Сейчас, потому что мир, политика в очень сумасшедшем состоянии. Я смотрю новости каждый день. Это вот так происходит. Корея, президент Кореи и президент Америки между другом сражаются словами. Постоянно какие-то аргументы проводят. Этот скажет что-нибудь, этот в ответ что-нибудь скажет. Он говорит, моя земля. У меня есть кнопка, мне просто не стоит нажать эту кнопку и все. Когда я нажму эту кнопку, половина Америки не будет. Только одна кнопочка. И эта кнопочка всегда на моем столе находится. Я знаю, какое у меня вооружение, какое у тебя вооружение. И почти весь мир об этом беспокоится. Кто знает. Вдруг этот, скорее всего, президент просто сойдет с ума и вообще нанимет эту бабку. Что эта кнопка означает? Просто нажать ее и начнется. Все война. Один кто-то начнет, и другой начнет, и второй, третий подключится. Много людей просто умрут и все города закончатся. Каос. Везде будет хаос, смерть, убийство, убийство, убийство. И это будет очень плохо. Поэтому они, у них есть кнопка в руках. В тот момент, когда их ум просто садет с ума, они просто садят с ума и на эту кнопку. Кто знает. Поэтому я говорю, это может случиться? Вдруг какая-нибудь ракета пойдет на Россию, а вдруг на Индию, на Германию. Не знает, не знает куда она пойдет. Даже если они вот направят ее на США, то в другие страны попадут ракеты. И как защитить себя? Как защитить себя? Как защитить себя? Как защитить себя? Как обезопасить себя? Города разрушаются, люди умирают. Только твой центр может защитить тебя. Если ты в центре, когда ты приходишь в центр, ничего снаружи тебя не трогает. Потому что твоя энергия не идет снаружи. Ты с собой. Никакой раздражитель, никакой раздражающий зверь. Сначала наш ум раздражается, потом все попротив. Я только что сказал, как океан. Когда ты подальше от океана, ты видишь его. Волны, когда ты идешь внутрь, то там спокойно. Когда ты чувствуешь раздражение с чем-то, это означает только что ты имеешь раздражение. Не думай, что ты хороший, что ты идеальный, что я никогда не раздражаюсь. Я самый лучший. Все внутри ты имеешь раздражение. Только кто-нибудь просто сделает какой-нибудь звук раздражающий или что-то раздражающее и все. Вот это раздражение, оно нажато как кнопка. Если ты не концентрирован, то ничего. Никакого этого не случится. Когда твоя злость заканчивается, гнев, тогда никто тебя не разгневает. Даже кто-то тебя скорбит. Это окей. Или кто-то тебя ударит, это тоже окей. Даже если кто-то тебя убьет. Даже в убийстве. Внутри нас нет раздражения. И внутри Иисуса. Нет разницы. Это не значит, что Иисус это кто-то другой от нас. Он также такой же человек. Он также рос как мы. Кушал Гитлос. Просто в один прекрасный день его распяли, его убили. И тогда он сдался. Он просто стал Христос. Мне казалось, что Маша, он abundает и существовала. Что бы ты ни хотел, я говорю.. Да я turbую. Я был убирал так так? И Он был и не был умеем Omar . Он стал Христом. Он стал Христом. Он стал Христом. Закончилась Личность. Началась существовать. Он был полностью в центре. Поэтому, когда ты в центре, просто старайся быть, не старайся заканчивать вещи, которые снаружи. Когда ты идешь в сакцию, то есть много людей раздражительных, раздражающих. И с кем-то ты можешь делиться, и вы будете делиться с раздражением, энергией. Ты не можешь поменять ситуацию, ты можешь поменять себя. Ситуация никогда не поменяется. Ты должен изменить себя. Ты изменишь себя, и куда бы ты ни пошел, ничего, никакой звук тебя не раздражает. Ты просто должен идти глубже. Когда ты идешь глубже и глубже, и никакого раздражения не случается. Раздражение там будет, но ты не будешь раздражаться. Бомбы будут падать, но ты будешь спокойным. Что я, чтобы остановиться-то? Это случается? Да, окей. Просто принимать. Может быть, я должен умереть в такой ситуации. Если ты выжил, то окей, хорошо. Я могу еще больше мира посмотреть, если времени у меня есть. Если я умру, то я умру. Просто снаружи вот всегда раздражает, больше или меньше. Даже внутри, с твоей семьей, все разные. Твой муж другой, мать другая, по-другому говорят. Сестра может быть очень спокойная, а брат кипящий такой. В семье такое. Раздражение, эмоции. Ты не можешь изменить даже свою семью, свою дочь, сына или... Ты можешь изменить только себя. В твоих руках только ты. Первое, это чей должен сам измениться. Потом они уже будут меняться. Когда они заметят, что ты более спокойный, более расслабленный. Тогда они спрашивают, что происходит? Почему ты так расслаблен? И ты скажешь, что я медитаю. Медитация делает меня более спокойной. Приводит меня к себе. И там нет раздражения. Даже свою семью ты не можешь изменить. Как ты можешь изменить кого-то снаружи. Мы никого не можем изменить. Но мы можем изменить. Ты меняешься, и все меняется. Кто-то один меняется в семье, и вся семья потом меняется. Когда ты полностью расслаблен, ты будешь распространять эти вибрации. Если ты в сентябре, ты распространяешься. Если ты в сентябре, ты распространяешься на то, если ты в свете, то свет распространяется. Все твоя семья, друзья, друзья, они будут чувствовать твою энергию. И они будут приходить к тебе, потому что ты будешь чувствовать в тебя сильнее, больше наслаждения. Что с тобой случилось, что происходит, тогда ты говоришь. Медитации. До этих вопросов ничего не надо говорить. Никто не будет слушать тебя. Не надо их менять. Ты меняешься, и у тебя есть возможность изменить все. Дом меняется, соседние дома меняются. И поспелим даже город меняется, страна меняется. И весь мир помнит. И эта позитивная энергия потом будет приходить. Только мы можем изменить только себя. Никого другого не может изменить. Никто не будет тебя слушать. Все вокруг делают только одно. Дают совет другим. Даже если ты хочешь или не хочешь, ты подходишь к кому-то, и они говорят, вот это делай, вот это не делай, вот это хорошо, это плохо. Это свободно. Это спокойно и каждый бесплатно тебе совет дает. Они не могут дать совет себе. Если ты будешь давать советы сам себе, то ты будешь просто меняться. Когда? Они поменяются. Обувь слушателей. Мать, отец, сын. Родители. Родители, дети, запознятся от дети. Дети, вот дети вырастают, и они вот идут в 15-16 лет и начинают алкоголь пить или там наркотики что-то пробовать. Родители очень беспокоятся, как мама говорит, не пей, не кури. Все родители так говорят, но дети не слушают, потому что они смотрят, как ты уже куришь. Ты сам куришь. Даже если они не хотят, они их видят, то моя мама каждый день куриет, сидит на диване, пьет в воду и куриет. Значит, сигарета очень хорошо. Даже некоторые дети маленькие играют между собой и имитируют, повторяют мам или пап. Ни один мальчик становится как отец, и девочка становится как мать. Они повторяют. Они приходят такие, дай мне воды, дай мне еды. Они начинают кричать, открывают холодильник и начинают пить. Они действительно как будто бы пьют. Они не знают, что это такое. Почему мой отец каждый день приходит и пьет? Он, наверное, очень пьет. Это реально алкоголь, но они чувствуют. Это, наверное, не так, как это. Потому что папа пьет, мама пьет. Почему мы это упускаем? Они нам не дают эту возможность попробовать. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок не пил и не курил, ты знаешь, что им не очень хорошо пить и курить. Первое, ты должен сам закончить это. Если ты закончишь это, тогда у тебя есть право сказать им не надо делать этого. Это такая история случилась в какое-то время, во времена Будды. Будда давал сатсан. Сейчас, как сейчас вот происходит, люди вокруг него сидели. Одна женщина пришла к нему с маленьким ребенком. Она поклонилась Будде и говорит, у меня есть вопрос. Он говорит, хорошо, задавай. Это вот мой сын, говорит, ему 9 лет. И у меня есть большая проблема с ним. Какая проблема? И он постоянно кушает гулу. Это что-то такое, индийская сладость, как шоколад. А он постоянно его ест. Утром, днем, вечером, когда бы я не находил его. Он постоянно его ест. Открывает, кушает. И вот дети вот так. Я знаю, что много сладостей для него это плохо, вредно. Но он не слушает меня. Вот постоянно, много раз я ему говорю. Я говорила ему громко, кричала на него, била, спрятала от него. Но он все время находился. Поэтому я очень устала. Пожалуйста, я вот пришла к тебе сейчас. Пожалуйста, может, ты скажи ему что-нибудь. Он говорит, хорошо. Я 8 дней здесь, в этой деревне. И 8 дней я буду находиться здесь. В 8 дней ты приходи сюда. На 8 день я тебе дам ответ. Она вот вела очень-очень далеко от этой деревни. Она поехала назад домой к себе. И на 8 день пришла обратно и спрашивает. Будда посмотрел на мальчика и говорит, сынок, не кушай вот это, вот эту сладость. Джак очень вреден. И женщина смотрит на него и думает, может, он еще что-то скажет. Он говорит, хорошо. Хорошо. Ты только это можешь сказать? Да. Будда говорит, да, окей. Она разозлилась. Ты сказал только одно, не кушай джагри, джагри не очень хорошо. И я вот для этого пришла сюда. Почему я издалека вот прихожу отсюда, чтобы услышать такие вещи? Почему ты сказал только это? Я вот тысячу раз говорила это. Не кушай джагри, джагри не очень хорошо. Почему ты тогда не сказал это? Будда сказал, я вот в то время, я сам кушал джагри. Я вот всегда тоже употреблял. Я вот тоже постоянно это кушал. Как я могу сказать, что не кушаю? Вот эти восемь дней я прекратила это есть. Это было очень сложно для меня. Каждый день после еды я там кушал чуть-чуть вот этого джагри. Это была моя привычка. Вот теперь я, вот теперь мои слова эффективны. Когда я закончил, если бы я тогда сказал, что не кушай джагри, тогда это было бы неправильно, это было бы фальшиво. Как я могу сказать, что джагри пошил, если я сам, это я. Теперь я могу сказать. Слова-то те же. Ты вот постоянно тоже тысячу раз говорила. А я скажу, что когда-то один раз. Мои слова, возможно, возьмут эффекты, возможно, нет. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твоя семья была окей, сначала, чтобы все было хорошо, тогда ты сначала должен измениться. Тогда, что бы ни происходило, они будут смотреть на тебя и... Тогда, возможно, будет происходить изменение. Поэтому раздражители имеют все раздражение. Поэтому иди внутрь, и что бы ни происходило снаружи, ничего не будет. Как будто бы вот стена. Как будто бы стена. Как будто бы стена. на работе и быть с собой в то же время. Тогда ты будешь идти, допустим, социумом, на базар. Тысячи людей будут вокруг тебя, которые все в уме. Будда тоже ходил по городам, был с людьми. И он говорил сам себе. Он сказал себе очень хорошо. О, вау! О, вау! Я полностью... Я полностью... Я полностью... ...вокруг меня видишь в уме. И... ...вокруг меня видишь в уме. Когда ты в центре, никаких не будет раздражений. Иди в центр, и чем больше ты идешь внутрь, ничего не будет иметь эффект. Что-то, как будто бы случается с кем-то, тебя это не касается. Когда ты можешь наслаждаться везде. Быть с негативными людьми. Или с... ...с теми, кто дерется. Ничего тебя не трогает. Потому что ты не снаружи. И делай медитацию... ...постоянно ходить. Медитация это только... ...это единственный путь, который может вернуть тебя к себе. Когда ты в центре, ничего не касается. Когда ты на периферии, в твоей ранее. Все время будет хаос. Больше или меньше. Больше хаоса или меньше хаоса. Стоянно происходит на океане, волны, волны. Но внутри океана все очень спокойно, очень расслаблено. Когда ты идешь внутрь, ничего, никаких эмоций, мыслей. Все, все только снаружи остается. Просто должен изучать это. И все время. Вдох. Вдох.